Я думаю, что это интересно. Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, дорогие коллеги, хочу поделиться опытом использования инсулиновой помпотерапии у детей Центрального округа города Москвы. Опыт наблюдения в течение 6 лет. Сахарный диабет В России их 3,8 миллиона человек. В Москве больных диабетом первого типа насчитывается 18 тысяч, среди них более 2 тысяч детей с сахарным диабетом, детей-подростков. В Центральном округе на 2013 год детское население составляет около 100 тысяч, и из них 121 ребенок болен с сахарным диабетом. За последние десятилетия основными направлениями в лечении сахарного диабета стали длительное поддержание уровня глюкозы в крови на оптимальном уровне и улучшение качества жизни пациентов. Стойкая компенсация углеводного обмена приводит к предотвращению развития поздних осложнений сахарного диабета и увеличивает продолжительность жизни больных. На сегодняшний день самым современным и оптимальным принципом терапии диабета является помповая инсулинотерапия, непрерывное подкожное введение инсулина, осуществляемое с помощью специальных устройств инсулиновых помп. Несколько слов о помповой инсулинотерапии. Инсулиновая помпа имеет ряд медицинских преимуществ по сравнению с инъекциями, шприцами и шприц-ручками. Постоянная подкожная инфузия инсулина обеспечивает более гибкое и точное введение лекарства по сравнению с традиционной терапией. Нет необходимости в многократных инъекциях инсулина. Канюля устанавливается 1 раз в 2-3 дня. Снижается риск тяжелой гипогликемии у детей. Позволяет быстро настраивать и менять базальные профили при различных видах деятельности. По мере взросления ребенка, изменения режима дня, питания, занятия спортом, посещения школы, сада и т.д. Введение инсулина можно прервать в любой момент, отключив и отсоединив помпу. И помповая инсулинотерапия позволяет значительно улучшить качество жизни ребенка, больного с сахарным диабетом. Как у нас происходила работа с помпами? В нашем детском окружном эндокрологическом отделении с 2007 года было поставлено 64 инсулиновые помпы. Практическое применение получили помпы компании «Метроник» и компании «РОЖ». Помпы разные, и простые, и сложные, и с обратной связью, и помпы, имеющие помощник Болюса. То есть, скажем так, модели были различные. Возраст детей при постановке помп разный. Самый младший пациент – ребенок 1 года и 8 месяцев, и самый старший – это ребенок старше 16 лет. Количество детей на помповой инсулинотерапии увеличивается ежегодно. Это, соответственно, той ситуации, которая сложилась в Америке и в Европе в настоящее время. Так, в Центральном округе в 2007-2008 году было всего 16 детей, которые были пользователем инсулиновых помп, а на сегодня мы имеем 51 ребенка. Ну, круг ширится пациентов. Значит, как это происходило? В кабинете врачей-эндокринолога детского окружного эндокрилогического отделения это облегчало, в общем-то, нам задачу, и адаптацию детей, их родителей к реальным условиям жизни исключало стрессовую ситуацию, возникающую при госпитализации в стационар. Дети подходили, и родители приходили на постановку помпы, как бы подготовленные. В течение недели и более они вели дневник самоконтроля, куда записывали показатели гликемии, режим свой дня, питание и так далее. Это помогло потом врачам, как бы при установке расчетов в помпе, вот эти сведения, как бы они были необходимы. Значит, родители и ребенок обучались технике использования помпы, установки конюлей, катетра, резервуара. Обучали самостоятельно использовать все технические возможности помпы, быстро вводить меню помпы, задавать параметры базиса и болюса, анализировать показатели гликемии в реальных условиях жизни. Ну, наверное, кто работает с помпами, с детьми, знает, что достаточно быстро дети обучаются. Для них нажатие кнопок не составляет, как бы, проблемы. И запомнить, как пользоваться помпой достаточно быстрее родителей, наверное, самого врача. Значит, помогали врачу в обучении, пациентов техники использовали помп представители компаний-производителей помп. Врачом-эндокринологом производился расчет ДОС инсулина, рассчитывались необходимые коэффициенты и параметры. Родители и ребенок обучались, как правильно контролировать гликемию, корректировать инсулинотерапию, диет-терапию, режим дня на помповой терапии. После установки помпы врач и пациент активно в течение недели-двух поддерживали связь на приемах по телефону. Весь этот период проводилась коррекция помповой инсулинотерапии и при необходимости изменение заданных параметров в помпе. Далее эти дети находились и до сих пор находятся под постоянным контрольным наблюдением врача-эндокринолога в условиях амбулаторного центра. Сейчас у нас открыты дневные стационары при поликлиниках. Наблюдается там тоже. Хочу сказать о преимуществах, которые нам показали значимы, выявлены при помповой инсулинотерапии этих детей. За весь период наблюдения за пациентами отмечается практически у всех положительная динамика в показателе гликемии. Гликозелированный гемоглобин в среднем снижается на 15-20%. По моему округу средний гликированный у нас сейчас 7,8%. У детей на помповой инсулинотерапии. Ну вот Ирина Георгиевна тоже как бы сказала о том, что, да и неоднократно об этом говорит, что, конечно, первое время, первые месяцы используем помповой инсулинотерапии, достаточно, видим, активное снижение показателей гликированных. Ну, проходит какое-то время, мотивация, наверное, немножечко у ребенка, у родителей, как бы ослабевает. И гликированный может быть выше, чем, как бы, вот, скажем так, в первом месяце лечения. Значит, отмечалось снижение суточной вариабельности гликемии, уменьшается суточная потребность в инсулине, помпа дает возможность ребенку легче контролировать свою постпрандиальную гликемию, уровень инсулина адаптирован в помпах в соответствии с циркадным ритмом, убирает феномен утренней зареи, что уменьшает риск утренних гипер- и гипогликемий, улучшается чувствительность гипогликемии. Также следует отметить, что за весь период наблюдения тяжелых гипогликемических и кетоацидатических состояний и диабетических ком на помпах мы не видели. Ну, к хорошему позитиву хочется сказать, наверное, немножко негатива. Какие были побочные эффекты? Ну, осложнениями, наверное, их вряд ли можно назвать, ну, по крайней мере, они были отмечены и выявлены. За 6-летний период наблюдения за детьми, находящимися на помповой инсулинотерапии, были выявлены такие побочные эффекты, как липоатрофия. Это пациентка 17 лет в местах установки конюля на ягодицах. Через 3 года после использования помповой инсулинотерапии у нее появились липоатрофии. После отказа постановки иглы на эти проблемные места, через 6 месяцев липоатрофии исчезли. Знаете, я очень жалею, что я не сфотографировала вот, скажем, это место, потому что реально я 25 лет работаю с детским диабетом, видела, как выглядит давно-давно липоатрофия. Вот у этого пациента я за последние годы первый раз увидела, как бы, что это могло быть. Но благополучно, я говорю, после смены места инъекции, как бы, все это исчезло. У нескольких детей в местах постановки конюля отмечались такие осложнения, как липоатрофия и в виде липом, которые после смены места установки иглы выходили самостоятельно. Иногда там прибегали к физиотерапевтическому лечению, но, в принципе, это тоже проблема разрешилась. У двух детей, это пациенты 15-14 лет, в местах установки иглы на 2-3 сутки возникало воспаление кожи, которое сопровождалось, когда вынимали иголочку с окровицей или гной течением даже, и что приводило, в общем, к закупорке и подаче инсулина. Из данной ситуации тоже, в общем, нашли выход, справились, то есть чаще стали менять конюльку на вторые сутки и, в общем-то, более тщательно протирали кожу перед постановкой конюля. У четырех пациентов, это дети-подростки, на 2-3 сутки после первичной установки помпы были выявлены инсулиновые отеки, которые где-то к 4-6 дню благополучно самостоятельно разрешались, но следует отметить, что эти дети были с большим стажем сахарного диабета и достаточно лобильным течением диабета. Ну и самыми, скажем, мелкими, в то же время частыми, конечно, побочными эффектами при помповой инсулинотерапии это остается закупорка в подаче инсулина. Это связано или с неправильной постановкой иглы, или дети разный подкожный слой, бывает жировой, с загибом иглы часто бывает, что как бы тоже приводит к скачку сахара, и проблема тоже решается легко, смена иглы. Бывает еще и попадание воздуха в катетер, но если неаккуратно была поменена система игла-катетер, то бывают пузырьки воздуха, которые тоже способствуют гипергликемии. В моей практике отказы были от помповой терапии, вот это конкретные дети, из всех детей, переведенных на помповую инсулинотерапию, отказались практически сразу после установки, это буквально четвертый-пятый день, два подростка, это пациенты 15-16 лет, маленький трехлетний ребенок, и по прошествии времени использования помпы, почти через 4 года, два ребенка-подростка. Причины разные были, объясняли, это в основном подростки, объясняли свой отказ, нежелание носить на теле прибор, чувством прикрепленности к чему-то, сложностью управления помпой, надо думать, избеганием темы диабета, вдруг кто-то увидит, вдруг кто-то узнает. Ну и, собственно говоря, они просто мешают. И такие были ответы. У маленького ребенка причиной отказа, по словам родителей, послужила невозможность стабилизировать сахар крови, большое количество замеров сахара крови, болевые ощущения при постановке конюли, но и тоже говорят, что якобы помпа ребенку мешает обычной жизни. Были также временные отказы от помповой инсулинотерапии, связанные, как правило, с поездкой детей на отдых, это море купания, или просто желанием отдохнуть от помпы, но это было обычно не больше месяца. Ну вот, в заключении хочется сказать, что практический опыт использования помповой инсулинотерапии у детей и опыт ведения и наблюдения за этими детьми дает возможность сделать определенные выводы. Помпа – это не волшебная палочка, которая сама все делает за пациента. Необходимо понимание и желание пациента взаимодействовать и участвовать в процессе своего лечения. Обученный, мотивированный пользователь может добиться замечательных результатов контроля гликемии и улучшения качества жизни пациента. Пользователи, родители, ребенок, помпы должны уметь самостоятельно решать некоторые свои проблемы, самостоятельно принимать решения на основании показателей гликемии. Предполагается большая вовлеченность пациента и его ответственность по отношению к своему лечению. Помп-инсулинотерапия может подходить не всем, потому что были аллергии, нежелание контролировать сахар крови, нежелание участвовать в своем лечении, слабая мотивация. И, конечно, большие знания должны быть у врача, кто занимается помповой инсулинотерапией. Ну и ведение помповой инсулинотерапии в амбулаторных условиях является стационарно-сберегающими технологиями и снижает риск развития синдрома госпитализма у детей с таким тяжелым заболеванием, как сахарный диабет. Помп-инсулинотерапия улучшает качество жизни у пациентов с сахарным диабетом и их ближайших родственников. Ну это вот такие позитивные новогодние ангелочки, ну наверное, ради которых мы работаем, да и живем, собственно говоря. Спасибо большое за внимание.